Всем привет, меня зовут Яна и сегодня у нас биология и мы продолжаем разговаривать о мхах. На этот раз мы познакомимся с их многообразием, а также узнаем больше об их строении и жизнедеятельности. Начнем с печеночных мхов, которые устроены наиболее примитивно. Тело их представлено слоевищем или таломом, как у водорослей. Яркие представители печеночных мхов это ричия и маршанция. Маршанцию мы с вами уже видели на фотографии. Давайте обратим свое внимание на ричию. Как видите, здесь нет листьев и стебля с листьями, как это есть у листостебельных мхов. Тело представлено слоевищем, оно более такое изящное, чем у маршанции, но тем не менее является слоевищем, таломом. Ричию, возможно, кто-то из вас видел. Очень часто ее используют как аквариумное растение. В то же время, чтобы увидеть маршанцию, нужно приложить больше усилий. Нужно отправиться в лес и внимательно смотреть себе под ноги. Тогда вы сможете увидеть этот редкий мох. Переходим к листостебельным мхам. Листостебельные мхи это более сложно устроенные мхи. И первый представитель это зеленый мох, который называется кукушкин лен. Обратим внимание на рисунок. Тело кукушкина льна представлено стеблем, который покрыт небольшими зелеными листочками. Корней у кукушкина льна нет, корней нет у всех мхов. Вместо корней есть ризоиды. Ризоиды выполняют функцию прикрепления к субстрату, а также поглощают воду из почвы. Кроме ризоидов, стебля с листьями, есть особое образование. Коробочка на ножке. Коробочка называется спарангия. Этот спарангий имеет довольно сложное строение. У этой коробочки у спарангия есть крышечка, которая сверху, вся эта коробочка покрыта еще особым колпачком. Внутри спарангия созревают споры. Те самые структуры, которые нужны мху для размножения. Созревают эти споры, как правило, в июле-августе. В природной зоне такой, как тайга. Кроме размножения спорами, кукушкин лен размножается и половым способом. Что подразумевает под собой половой способ размножения? Он подразумевает под собой формирование половых клеток. Кукушкин лен – это растение, у которого есть мужские растения и женские растения. Женские растения формируют женские половые клетки, которые называются яйцеклетками. Мужские растения формируют мужские половые клетки, которые называются сперматозоидами. Обратимся к рисунку. Здесь представлены два растения, мужское и женское. На мужском растении созревают сперматозоиды, как я вам уже сказала, на женском – к яйцеклетке. В капле воды, вода – это критический фактор для оплодотворения, сперматозоиды переносятся к яйцеклетке с мужского растения на женское. Происходит оплодотворение. После оплодотворения, оплодотворение – это слияние половых клеток, после оплодотворения из оплодотворенной яйцеклетки у нас вырастает та самая коробочка на ножке. Мы видим внизу, на женском растении. После того, как споры созревают, у спорангия отваливается колпачок, отваливается крышечка. Споры, эти микроскопические маленькие одноклеточные образования, высыпаются, как такая легкая пыль, в почву. И уже из каждой споры будет вырастать новое растение мха. Сначала в виде такой тоненькой зеленой нити, и она постепенно увеличиваясь в размерах, даст нам зеленое листостебельное растение, мужское или женское. Кроме зеленого мха кукушкина льна, к листостебельным мхам относится еще белый мох, сфагнум. У него резоиды отсутствуют, в отличие от кукушкина льна. Но также есть стебель, покрытый листьями. Но листья здесь у некоторых мхов окрашены в такой зеленоватый оттенок, но у некоторых этот оттенок более такой светлый, ближе к белому, коричнево-бежевому цвету. Если бы мы смогли заглянуть под микроскоп, чтобы изучить клеточное строение, ну допустим листа сфагнума, мы бы увидели, что клетки в листе сфагнума неоднородные, они разные. Там есть клетки зеленые, которые фотосинтезируют, то есть выполняют синтез органических веществ. И есть клетки бесцветные, которые накапливают воду. Сфагнум способен запасать в себе воды примерно в 20-25 раз больше, чем он весит сам. То есть это растение, которое активно накапливает воду и, соответственно, заболачивает почву. Сфагнум нарастает верхушкой, нижняя его часть отмирает и постепенно из отмирающих частей сфагнума формируются залежи торфа, торфяные болота. Как сфагнум размножается? Сфагнум также размножается половыми клетками и спорами. И его жизненный цикл во многом похож на жизненный цикл кукушкина льна. Поэтому останавливаться на нем мы сейчас не будем. Каково же значение мхов? Во-первых, они участвуют в круговороте воды. Многие из них способны накапливать воду. Во-вторых, они заболачивают почву. В-третьих, они выделяют кислород, которым дышат все живые организмы на нашей планете. А также создают залежи торфа. И вот про торф мы с вами сейчас поговорим поподробнее. Зачем же нужен торф? Для начала посмотрим, что такое торф. Вот это представлено здесь на фотографии торфяник, то есть то место, где ведется добыча торфа, этого природного ископаемого. Торф служит сырьем для химической промышленности. Из него получают огромное количество химических веществ, которые в дальнейшем используются человеком. Кроме того, торф используется как топливо, а также как удобрение. Многие из вас наверняка видели в продаже торфяные таблетки или такие торфяные горшочки, в которых легко выращивать рассаду или комнатные растения. Вот еще одно применение, такое бытовое, которое каждый из вас может в принципе почувствовать на себе. Так, на этом наш урок закончен. Мы с вами охарактеризовали маховидные, разобрались с их ролью в природе и жизни человека и увидели, как они устроены изнутри и снаружи. На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание.